Привет, я Роман Соболюк, корреспондент агентства УНИАН Москве. Сегодняшний бложек будет записан в полевых условиях, потому что, понятно, если у нас в стране сейчас новая Рада, новое правительство, и это здорово, то на украино-российском треке самая главная новость – это возможный обмен украинскими военнопленными и паризаключенными, соответственно, на россиян. И переговоры на эту тему велись непосредственно лично президентами Украины Зеленскими, на России Владимиром Путином, и, кажется, вот-вот все на мази. Почему я прихожу к такому выводу? Потому что уж слишком скупы заявления и слова мы слышим из администрации президента России, и, самое главное, они этот факт никоим образом не опровергают. Потому что раньше такие слова были, знаете, что мы там договариваемся, может, да, может, нет, а сейчас вообще ничего не говорят. И это такой, ну, первый признак того, что переговоры ведутся очень и очень серьезно. Ну, и кроме этого, тут есть еще продолжение этой истории. А я так за забором. Тут, прошу прощения, тут какие-то сотрудники СИЗО, что-то мне тут подсказывают, как надо жить. Хотя, на самом-то деле, я и так являюсь за забором, и, по сути, это общественное место. Ну, да ладно, как вы видите, СИЗО на Лефортово, это не самое гостеприимное место. Вот они, кажется, прекратили работу сегодня. Брама, ворота закрываются, подняли вот этот какой-то барьер. Короче, враг не пройдет, как они тут думают. Но СИЗО это такое учреждение, которое работает реально круглосуточно, каждый день. То есть, они не отпускают на ночь людей, которых удерживают. Так вот, вернемся к нашим делам. То, что доставили в Москву с разных уголков Российской Федерации политзаключенных, с разных регионов Российской Федерации, тут же сейчас уже ясно стало, что здесь и Владимир Балух, и Роман Сущенко, и Павел Гриб, и Карпюк, и Клых. То есть, процесс пошел, ну, согласитесь, просто так бы они такой кульбит не осуществляли. И сейчас, я так понимаю, финальная стадия. Заявления звучат о том, что вот-вот-вот, и тут, я так понимаю, главный момент, как это юридически будет оформлено. На самом-то деле, есть две опции. Это указ президента, соответственно, России и Украины о помиловании. И второй вариант, это передача людей для отбывания наказания, соответственно, в Украину или в Россию. Потому что у нас хоть война между странами, но такая юридическая формула действует, потому что соглашение, соответствующее, не разорвано. И сейчас самое главное, как бы, все-таки да или нет. Потому что заявление, с одной стороны, стало известно, что с утра надоставили в Россию еще и Сенцова. А его по праву можно назвать самым главным пленником Путина, который фактически покусился на самое святое. Который на весь мир сказал, что если ты русский, то не значит, что ты за оккупацию и за аннексию Крыма. И, собственно говоря, за это. Он получил 20 лет и уехал в Лабытнанге. Это за популярным кругом. Я был в этом прекрасном городке. И хочу вам сказать, что, конечно, в родном Крыму лучше. Так вот, утром сообщали на россияне о том, что Сенцов находится в этом сезон, в Лефортово. Но вот сейчас, буквально несколько минут, вышел оттуда мужчина, который представился членом наблюдательной общественной комиссии города Москвы. Который сказал такую интересную вещь, что Сенцова-то здесь нет и где он, неизвестно. Но факт того, что он не находится в Лефортово, еще ни о чем не говорит. Скорее всего, он тоже в Москве. И, возможно, скрывая украинского режиссера, они таким образом тоже повышают ставки. Потому что вот этот мужчина, который вышел из-за Лефортово, российский общественник, но почему-то сразу он с нами общаться с учреждениями не захотел. Он долго с кем-то разговаривал, общался. И только потом сказал, что Сенцова здесь нет. Но я спрашиваю его, а где он? Он говорит, не знает. Но он объяснил, что в России так устроено, что нет какой-то там электронной системы. И тут СИЗО ни одно в российской столице. И чтобы узнать эту информацию, ее по телефону не предоставляют. Надо лично приехать, представить документы и сказать, что я вот такой-то, такой-то. Типа, есть у вас такой заключенный или нет? То есть, где Сенцов, пока не ясно. И тут, опять же, с одной стороны, у нас выпускают Вышинского. И на то время команда уже бывшего генпрокурора даже показала документы, что Вышинский согласился на обмен. Сюда доставляют наших политзеков. И с другой стороны, вот был такой интересный момент. Российский эксперт Алексей Чесноков, и тут очень важно подчеркнуть, кто это. Это реально голос Владислава Суркова, который, как известно, у нас ответственный за оккупированный Донбасс в Кремле. Говорит, что, ну, освободили Вышинского, это, конечно, хорошо, но этого недостаточно, этого мало. То есть, это движение хорошее, а дальше, как бы, сделайте нам еще что-то. И я оцениваю это как повышение ставок и такой, ну, что ли, торг со стороны Российской Федерации. Потому что тут, как бы, тоже в Москве разные группы влияния есть. И насколько мне, вот, тоже тут объясняли, что по большому-то счету Сурков, как, собственно говоря, и Медведчук, они выведены из этого процесса переговоров по обмену. И мне кажется, что все-таки, несмотря на все вот эти вбросы, различные заявления, которые можно по-разному трактовать, в конечном итоге все идет к тому, что обмен должен состояться. Логика моя здесь проста, потому что, как они тут называют Зеленского, украинский Макрон. И если Путин кинет сейчас Зеленского, и понятно, что для украинского президента, и вообще для Украины это очень важный вопрос, то, ну, отношения между странами, ну, мягко говоря, вряд ли каким-то образом будут намормализовываться. Я не говорю об окончании войны. Я говорю о том, чтобы вот этот тут градус агрессии хотя бы снизился, но и появился какой-то диалог на уровне двух государств и лидеров двух государств. Поэтому, скорее всего, Путин на это не пойдет, и ему-то, по большому счету, нет никакого резона действовать в таком ключе. Потому что, если он сейчас, ну, обманет или займется кидаловами, извините за это слово Зеленского, то дальнейшие переговоры по Донбассу и вообще по каким-то, опять же, умиротворению сторон, они не имеют никаких шансов. И поэтому здесь надо быть очень и очень внимательным. Да, обмен военнопленными это мега крутая новость, и если это произойдет, я готов всех поздравить. Но за вот этим россияне захотят политических уступок по Донбассу. И здесь, мне кажется, не нужно смешивать первый вопрос со вторым. И согласитесь, что кремлевцы, они же опытные торговцы людьми. И этого требовали, и от Порошенко в свое время увязывали политические уступки с непосредственно возвращением людей. Я думаю, что этот подход не изменится, но тут важно другое. У нас, особенно после вот этого казуса Савченко, к политзекам начали относиться, ну, скажем так, неоднозначно. И политики рассматривают эту ситуацию примерно так, что эти люди будут героями или не героями, как это повлияет на рейтинг, плюс или минус. Мне кажется, что наша задача вообще не выдвигать каких-то требований или ожиданий. Эти люди попали в тюрьму, потому что выступали открыто за Украину. И после того, как они провели много лет в тюрьме, там может быть разные. Кто-то получил психологические, психические травмы, кто-то в какой-то еще сложной ситуации. И поэтому главное, чтобы люди оказались дома. Ведь, знаете, русские так часто любят говорить, что они своих не бросают, но опыт говорит или подсказывает нам, что это про украинцев. А россияне, по большому счету, своих списывают и вспоминают только те фамилии, которые разрешают артикулировать в публичном пространстве Кремль. На этом все. Читайте Униан. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Чао!